Да ладно, у нас здесь на перекрестке асфальт хотят делать и около МНЭ. Друзья, привет! Это Зинаш. Ой, и разделительную полосу нарисовали. Осталось только светофор починить и будем как город. Покатаемся, други? Время сейчас где-то половина двенадцатого, по-моему. Сейчас съезжу в бассейн, поплаваем и за мамой поеду. Неделю там была. Уже по часам ждет. С бассейна выйдешь мне, позвони, что ты едешь. Я говорю, хорошо. Вчера Сазана, тогда же Сазана купила, подсолила, в чашку положила и во второй холодильник. И забыла про него. А вчера что-то я открыла, тут холодильник свалила, рыбка. Слава богу, не испортилась. Опять, как холодильник всего. Думаю, жарить, но маме жарено нельзя. Думаю, детям пожарить. Дочери с внучкой. Думаю, из-за двух рыбин. Из-за двух рыбин, блин. Дома гарь разводить. В пароварке всю сварила на пару. Вчера Ох, мне хотелось зерно купить. Не помню, то ли один кусочек съела, то ли два кусочка съела. По-моему, один съела. Ох, здесь авария у нас. Пешеход, видимо, проходил. И раз, тормознулись. Ой. Убеждаюсь, блин. Убедилась на собственном опыте, что нужно дистанцию держать, когда едешь. Я же рассказывала. Четыре года назад там уже, на городской территории страшную аварию между двумя машинами зажало меня. Тот резко тормознул по цепочке. Я ехал, ну, где-то машина перед нами была. Дистанция нормальная. Но дело в том, что с горки скатывались все. И тормоза в пол вжала остановилась. Ну, в заднюю, видимо, или дистанцию не держал, или в другую сторону смотрел. Он с разгона, как мне в багажник, как вписался. Моя машина под джип залетела. До руля не дошло там. Переднюю часть. Блин, на улице утром выходило 12, что ли, градусов было. Сейчас не посмотрелось. Сейчас где-то градусов 24. Ну, вот на солнце стоишь, жарко. А какой-то вроде ветра нету, какой-то прохладный ветерок дует и прохладный. А на солнце жарко. Сейчас перед тем, как ехать. Возле беседки на лавочку села. Прошлый год, да? Или позапрошлый год я ее сколачивала. Посмотрела на участок. Да, друзья. Участок большой, работы много, в частном доме тем более. Ну, я вот говорю же, вот на Кабасине езжу по улице Бартольда. Там дом на доме, забор на заборе, участки маленькие, весенний дом, так, значит, сараюшки или банька друг к другу пристроены. Ну, тесно. Не знаю, ли я здесь привыкла уже. У нас, в принципе, в частном доме, когда жила в детстве, у нас тоже участок такой, большенький был. Не знаю, не помню. Ну, я так думаю, суток 10, наверное, было с домом вместе. А вот у свекрови жила в Горном Ганте. Там у них участок маленький, но там половина под клубнику была отведена. И там между соседями сетка рабица. Я не знаю, меня критиковали. Вот еще год назад, когда колнат открыла, про гусей снимала, там мне писали, что вот, зачем железные заборы, там какие-то стремные они. Надо кустарник высадить, декоративный. Чтобы соседи могли друг друга видеть. Так на кой частный дом покупать, если соседей видеть? Во-первых. Во-вторых, вот этот сосед, в котором мы работали, которым я покрал, стройматериалы все украл со двора. я представляю между нами кустарник, у него курицы, собачка, собака маленькая, у меня арсентий, овчарка, которая на забор прыгает, у соседа, как вчера, который овчарку снимал, у соседа, у него овчарка, там алабай, там этот ротвейлер и через кустики бы, да? Вот люди смотрят, всякую фигню пишут. Вчера собак же, кому ли лучше жить? Снимала же овчарок? Вот где Карагач спили его, там слышали же? А, там не слышали бы, там музыку поставила. Там, когда залезла, на стремянку у них овчарка, но у него овчарка на год старше моего досика. Так он там под сараем навесик, под навесиком будка, он на цепи, еще и вольер, сеткарабет загорожен, и солнцепек, на солнце лежит. Он вначале лаял, лаял на меня, потом посмотрел, что бесполезно. Я там надолго и лежал. А потом просто, просто я сняла, потому что у нас порода овчарок одинаковая, и потом вечером досика отпустила, и просто досика сняла. И мне сегодня один какой-то мужчина написал, парень и мужчина, что некрасиво заглядывать в соседний двор, да еще и снимать собаку. Блин, хотел заблокировать, потому что смотрю, думаю, это залетный, просто шорт смотрел. Я написала, некрасиво писать такое, не разобравшись. во-первых, во-вторых, мы с соседями хорошие, именно с этим соседом в хороших отношениях. И ничего криминального не снимала. Даже кто-то наш советский писатель писал же поэма, олега стихотворение было, кому на Руси жить хорошо. Поэтому я написала, кому здесь собакам жить хорошо. Мы на кольцо приехали, прямо сказка, сказка, сказка с песней. У нас там сделают хорошо. Еще бы там, еще бы там, где вот мы на эту дорогу, на перекос поезжаю, у нас там, вот там яма, в прошлом году взяли, по-моему, этим гудроном не поливали, а просто холодный асфальт, холодный асфальт, по-моему, положили, трамбовали, а после зимы все же еще машина, там и грузовые едят, вот и мусор собирают, и все на свете, там яма на яме, бедная машина. Я вот за беседкой сидела, смотрела на участок. Знаете, вот мне кажется, если бы такой, ой, блин, участок был бы, как на Бартольде, там дом на доме, там, друзья, отдышать невозможно. В каком смысле? Не из-за экологии, а вот такой, когда маленький участок, вот типа клаустрофобии. Маленький, а здесь, посмотришь, широка страна моя родная. до работы много, но, как говорится, движение, это жизнь. поэтому не знаешь, как день проходит. Ну, я думаю, у меня гайцы хотели остановить, но мы горе хотели хапнуть. за мной машинка ехала. Выходит, спала, какая-то палочка, откуда у него палочка, блин. Остановил бы, я сказала, ты где-то жезл взял? Давно отменили. Поэтому. Что за пробка? Ни хрена себе. Мы еще до конца не доехали, там пробка, блин. А, бензовоз. С правой стороны. Поэтому, не знаю, соседи, сетка рабица была бы, да? И вот этого соседа, видишь, каждый раз его рожу вот эту вот, которую украл. Или даже летом в бассейне купаюсь, сетка рабица, да? Я в купальнике, там и у дети смотрят, или муж вышел смотрит. Нет. Забор есть забор. Своя территория. Хочу в трусах хожу. Хочу без трусов хожу. Ну, это образно. У нас сосед был, когда я родилась, в частном доме, через забор. У них единственный сын был, Алик. Вот, маму помню, тетя Люба была, а мужа ее не помню, как звали. Ну, сын у них всю жизнь с малолетки начинал, судимый был, там с наркотой что-то связано было. Она, по-моему, не работала. Ну, такие вот, бывает, неряшно, выходит, никогда не понимал привычку, допустим, что-то готовит, или руки помоет, и вот так, а пузо у нее, с животом было. Она вот так вот о пузо вытирала, и на платье такие, знаете, сальные вот такие, вот так вытирает. Может, о сиськи вытереть, может, о пузо, но у нее пузо, я в основном о пузо вытирал, и не знаю. Вот. У нее муж бухал хорошо. Мы маленькие были. Я вот не помню, мне, наверное, может, лет пять было, но не меньше. Лето, а они, получается, у нее фамилия не помню, подзабыла какая-то фамилия у них была, а у них там дальше через забор еще родственники жили, сестра, по-моему, криворучка жили. И вот, у нас на улице летом как вечер, когда-то тепло, все женщины, дети на улицу выходят, семечки лузгают, там разговаривают, это я почему-то вспоминаю, у меня мама никогда не выходила, чтобы на улице просто так стоять, соседям трындеть, потому что она и дома, у нее работы хватало, и не знаю, и я вот никогда нигде. О, тополя, оказывается, прижились, помните, осень говорила, здесь тополя посадили? Сейчас. Ой, вам не видно, друзья. Топольки, топольки. Не поливали, но я думала, засохнут. Нет, все с листиками. И каждый тополек ниточками так колышки били, ниточками привязали, чтобы они не сломались от ветра. Вот. И лето, и все на улицу вышли. Я вот не помню, мама то ли за водой сходила, то ли что. Слышим на улице хай-вай, как говорится, крик, шум. Мама так в калитку выглянула, и я хотела на улицу выйти. Там дети же. Мама у меня, зайди, 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 зайди. И мама сама вышла. Мама или папа, не помню. Вышли за калитку. А мы через калитку, так, крючок можно было закрывать. Закрыла. Или папа закрыл. А там досочка же, раз встала, раз замок, крючок отлинула, на улицу смотрю. И вот этот сосед, который, жена вот так руки вытирала, ее муж, в дырбаган пьяный, он тогда, все мужики у нас, например, на улице, они могли выйти в трусах синие, черные, такие вот однотонные трусы были, советские. Вот. И он в трусах пьяный, а у них забор был, знаете, из необрезной доски, вот так сколочен просто. Я выглянула, и вот это, его жены, сестра, не знаю, двоюродные, трои, или родные, она с ним ругается, ну, получается, деверь ее, ругается, он там что-то, что-то, что-то не, даже не помню. Она говорит, ой, дурак, ты дурак же, ты еще головой об забор побейся. А он в хламину. А он говорит, а что, могу, разгоняется, и как козел в ворота, да-дан! почему он сказал про необрезную доску и доска, так, двухметровая же. Динь-динь-динь-динь-динь. Проходи. Что у тебя такое лицо недовольное? Пропустила она. Вот. Ударился головой в забор. Динь-динь-динь. Отбегает она, говорит, ой, дурак, ой, дурак, ты еще раз по головой побейся об забор. Дурачина. Ну, а что, могу. Разгоняется у нас там по улице по издажам, от рельс. Разбегается. Да-дан! Головой в забор. Не знаю, маленькая же была. Почему они там так ссорились? Забор так, дык-дык-дык. У него жена спокойно, как удав была. Вот так вот. А вспомнила? Она вот так на улице стояла всегда вот так и на груди руки были. А пузо вот это все грязно всегда было. И тетя Рима стоит и говорит, ой, счастье полной штаны, ты еще трусы сними и вокруг побегай. А что, магу? А, мы на улицу вышли. Значит, с мамой. Я вышла на улицу. Я видела, как он в забор бился. А тетя Рима говорит, ой, дурак, ты еще трусы сними и вокруг побегай. А что, магу снимает свои тути черные или синие трусы советские. И меня сразу разворачивают домой. Закрыли калитку. Я только издалека увидела, что он там в забор подбегал. Маленькая была, там не на что было смотреть. И трусы, вот забор стоял, трусы снял. И вот так трусы, а у нас получается улочка, вот там, помните, мамошка была. Возле их, за их домом можно бы пройти и туда на автостанцию, на Ташкентскую выйти. И вот так вокруг нашего там 3-4 дома там бараки были. И вот он таким этим самым голышом побежал возле мамошкиного дома, потом вокруг, потом возле нашего дома пробежал, бегал. А у него, у сына, у Алика, на одной ноге фаланги пальцев отрезаны были. Потому что у нас там, говоришь, по нашей улице, ну, допустим, наша калитка, ну, вот грузовая машина могла проехать и дальше рельсы, поезда же ходили. А за рельсами, ну, наверное, как полмашины, метр, да, метр, наверное, и там соседние заборы были. И вот, когда грузовые машины, у тебя состав идет или, допустим, в город, в сторону города или к нам на станцию, там, где брат с мамой работали, с папой, и поезд останавливается, и вот, потом медленно идет. И вот, пацаны у нас цеплялись за вагоны, и вот он, видимо, в детстве зацепился, нога сорвалась и под колесо, и отрезал ему нахрен пальцы, и он сюда всю жизнь с хромой ходил. мать у него картава, не картава или как она, шепелявила. Он хромал. Ой, наверное, нужно, сейчас приеду, надо будет кожаные кроссовки в подвал унести, а достать эти сетчатые кроссовки. Надела сегодня свои трико-андидас летние, значит, наступило лето, потому что в тех брюках, ну, они такие спортивные, типа лыжные. У них, когда вот позавчера ездила, ой, блин, шла и с задницы дым шел. Ух ты, там, ой, мотоциклы. Что за склад? Обратно, ехать, надо посмотреть. Прям такая стоянка, полно мотоциклов. Или продают, или это этот прокат. Все, други, отключусь я. Друзья, всем, прежде чем отключаться, скажу, друзья, там не обижайтесь, что я сразу не отвечаю на этот кондиционер включила. На комментарии. Как время позволяет, вот сейчас, перед тем, как выехать, с улицы пришла, траву напротив сарая, возле клубники дергала с улицы, прям руками. Утром встала, руки болят, плечи болят, ноги болят. Вчера вот это, которое пилило, потом траву дергала. Пришла домой. Дома прохладно и лежала на комментарии, отвечала. Поэтому не обижайтесь, что сразу не отвечаю. А дальше больше, наверное, будет. Лето пойдет. Ой, жара. Вот годовщину справим, брату. Наверное, нужно будет кондиционер ставить. один в зал над телевизором, чтобы холодный воздух нашел, чтобы он в коридор выдувал. И один к себе в комнату, наверное. Тоже там, где шифонер стоит, над шифонером, чтобы он, когда холодный воздух будет идти, чтобы он там в коридор выдувал воздух холодный. Потому что летом я мучаюсь от жары. Жару не переношу. Вот. Мята. Лауч-бар. Почему они не смотрят, что такой уже лауч-бар мята есть в городе по Фурманово? Одинаково название ставят. Все, другие, давайте, пока отключусь. А, насчет куртки еще скажу. Там мне писали, что надо было на лоскутках отдельных делать, потом вышивать, потом на рубашку нашивать. Друзья, я не собиралась вышивать на ней. Я это говорила, что куртку хотела сшить. Брюки, джинсы не ношу, малые. Поэтому я хотела сшить ее для работы во дворе. А потом карты так легли, что светлая ткань вот эта некрасиво смотрелась белым пятном. Дай вышью. И понеслась душа в рай. кто-то писал такую куртку жалко на работу одевать. Да, друзья, на работу уже жалко ее одевать. а посмотрим. Для таких грязных работ у меня вот эта осенняя куртка есть, если осенью, весной работать в прохладную погоду. а летом я футболки большие. Вот сын рубил футболку, потом брат футболку. Рукава отрезаю. Не обрабатываю, просто отрезаю. Шов внутри оставляю, а рукав с этой стороны. И он как дай бог здоровья тому, кто кондиционер придумал. Включил кондиционер, потому что невозможно, жарко. А вот они камеры, вот. Все. Я тогда ехала, смотрела, думала, где камеры. И ведь щелкнут. По городу почему я иногда не снимаю, потому что включаю этот навигатор, а он чирикает в неподходящее время. Почему? Не потому, что я город не знаю, а потому, что у нас периодически улицы, какую-то улицу одностороннюю делают. Где-то ограничение скорости делают. Поэтому я говорила же, в один день два штрафа заплатила за то, что в одном месте на один километр и другой штраф на два или три километра превысила скорость. Вот. Ой, какой кайф, когда кондер в машине работает. О, вяз и эти карагачи здесь уже с листочками. Видно за этим? Это дуб, по-моему. Господи, сделали вот это на Бартольда улицу, дорогу. Здесь все-таки автобусы ходят. Чуете? Невозможно ехать. Колдоебина на колдоебине. Вон. Пишня цветет. Артур, Редактор ходу. Подписывайтесь.